Канал Runenstein 1 представляет Новый плейлист из серии «Карты» Фильм первый. Подробные сказки о Камчатке Исследуя один вопрос, я наткнулся на один интересный исторический казус В одном старом немецком атласе я обнаружил карту, как Россия территориями прирастала На этой карте была пометка, что Камчатка перешла во владение России в 1697 году На тот момент Россия называлась Русское царство Также Московское царство И лишь в 1721 году начала именоваться Российская империя В этом же 1697 году ее будущий император Петр I Отправляется с Великим посольством в Европу А на другом конце страны приказчик Анадырского острога Владимир Атласов, русский землепроходец и якутский казак Отправляется весной 1697 года в поход по Камчатке Фамилия Атласов имеет корневую форму Атлас И типичные для якутского казака окончания Оф Учитывая, что служил он на Чукотке в конце 17 века Итак, на дворе весна 1697 года Из Анадырского острога, сегодняшнего сельского поселения Марково-Анадырского района Чукотского автономного округа В поход отправляется отряд Отряд состоит из 60 казаков и 60 юкагиров Являющихся древнейшим аборигинным населением Северо-восточной Сибири 60 русских туристов и 60 местных ледовых людей Движутся на юг через Корягский хребет в сторону Камчатки Преодолев на оленях Корягское нагоре шириной 270 километров Не на вертолете, а отряд разделился на два отделения Атласов со своими людьми идет по западному побережью Камчатки А его соратник Лука Мородска Продвигается по восточному побережью полуострова Затем отряд соединился И его дальнейший путь пролег через центральную часть полуострова Как отряд мог вновь соединиться на неизвестной территории Без карт и средств связи На этот вопрос ответа у меня нет В конечной точке похода на южной оконечности Камчатки Отряд под руководством Атласова Имел возможность наблюдать неизвестные ранее Курильские острова Остров, который они увидели, теперь именуют островом Атласова На нем расположен вулкан Алоид высотой 2339 метров В ходе русского вторжения на Камчатку и ее завоевания Были захвачены четыре коряжских острова И заложен верхний Камчатский острог на реке Камчатки 2 июля 1698 года Атласов возвращается в Анадырский острог С 15 казаками и 4 юкагарами Остальных 100 человек он расселил на Камчатке Застолбив эту территорию навечно за русским царством В 1700 году Атласов прибыл в Якутский острог Там он систематизировал собранные в ходе похода материалы Написав подробные сказки В подробных сказках он описал рельеф полуострова Камчатка Климат, флору и фауну Население Камчатки В том числе население Курильских островов В его трактате есть текст Через кое путь лежит взяло чудное нефонское царство Нефонское царство это нынешняя Япония Как Атласов мог описывать то, что он не мог видеть? Так как мог лишь наблюдать один из северных островов Курильской гряды с побережья Камчатки К подробным сказкам прилагалась и первая карта Камчатки В 1701 году Атласова отправили в Москву с отчетом о походе в виде сказок За свой успешный поход, закончившийся завоеванием и присоединением Камчатки к России Атласову был присвоен чин казачьего главы и выдана награда 100 рублей Теперь делаем вывод из этого турпохода русско-юкагирских завоевателей Камчатки 120 человек смогли всего лишь за год с небольшим завоевать полуостров площадью 370 тысяч квадратных километров Прошагать по бездорожью из Маркова на Чукотке через Корягский хребет до реки Галыгина на южной оконечности полуострова Камчатка Это 3,5 тысячи километров туда и обратно Вся эта история больше похожа на разведку территорий и того, что на них осталось после каких-то неизвестных нам событий В какое время в действительности велась разведка местности на Камчатке можно только предполагать Отчет о походе под названием «Подробные сказки» уже сам говорит за себе Хочется закончить этот ролик словами Лермонтова из стихотворения Бородино Да, были люди в наше время Не то, что нынешнее племя Богатыри, не вы А Федеральному агентству по туризму Российской Федерации Предложить новый туристический маршрут По следам Атлсова Попробуйте повторить А заодно и признать этот маршрут маршрутом года Поделитесь этим видео с близким человеком На этом все Жми колокольчик, чтобы не пропустить новые видео Пишите комментарии и читайте комментарии Там иногда умные люди пишут умные вещи Всем добра Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok